В этом доме, на улице, названной его именем, Михаил Фрунзе прожил ровно год. С 29 января 19 по 30 января 20. В этот день, со дня рождения командарма четверки, исполнилось 132 года. Всех тех, кто решил отпраздновать это знаменательное событие, встречают ребята, одетые в форму бойцов Красной Армии. В этом доме Михаил Фрунзе жил со своей семьей. С 34 года это музей. Сохранились предметы, которыми пользовался известный революционер. Подарили Михаилу Васильевичу солонку с дарственной надписью. То есть Михаил Васильевич Фрунзе в 19-м году, даже по воспоминаниям жены и воспоминаниям Михаила Васильевича Фрунзе, то есть пользовался этим прибором во время приема пищи. То есть мы сейчас находимся как раз в столовой. То есть раньше здесь была столовая. В доме музея Михаила Фрунзе гостям показывают советский фильм о судьбе Красного Командира. Прежде чем оказаться в Самаре, он прошел тюрьму, был приговорен к смертной казни, 6 лет трудился на каторге. Подпольщики знали Фрунзе под псевдонимом Михайлов. Будучи командиром 4-й армии, он формирует в Самаре первые боеспособные подразделения. До этого здесь были только неорганизованные революционные отряды. Согласно воспоминаниям своего командира, бойцы любили и уважали. Он был обаятельный, очень общительный. Вы помните, что он был одним из первых большевиков, а первые, кто вступал и обычно проводил агитацию большевистских партий, это были блестящие ораторы. Он мог вдохновить людей, мог повести за собой, мог пообщаться с каждым на любую тему. Михаил Васильевич, вы только что из вас сказали, по пыльному проводу. Нет, только посмотрите, от меня требуют прекратить вся наступательная операция. Картину того, как жил и работал красный командир, воссоздают волонтеры. В небольшом спектакле зрители видят и самого Фрунзе Ичапаева, и жену командарма Софью. Она подносит ему лекарства. У Фрунзе во время пребывания в Самаре то и дело обострялась язва. В самые сложные периоды жизни супруга всегда была рядом. Как она его поддерживала всегда, как она его спасала, перевозила под видом психически больного, организовала его перебравку в Москву. Они там, с тех пор они вместе. Умер Михаил Фрунзе спустя пять лет после отъезда из Самары. Не перенес операцию язвы желудка. Сегодня во многих городах России есть улицы, названные именем революционного командира. В Самаре, на доме, где жил Михаил Фрунзе, установлена мемориальная доска. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Спасибо. Продолжение следует...